Вода очень чистая. К нам даже дети приезжают и набирают воды из городов. Прям подходить и пить. Очень вкусная водичка. Жительница деревни Масарова Ольга Емилова домохозяйка, но на селе это огромный труд. Нужно и за домом смотреть, и за огородом ухаживать, коров подоить. В общем, работа не из легких. И еще сложнее, если есть проблемы с водоснабжением. А ведь могли остаться без воды, рассказывает Ольга Кузьминична. Водопроводные трубы часто давали порывы. И тогда вся деревня до устранения неполадок оставалась обезвоженной. Проблему решили всем селом. Три года назад собрались и заменили трубы. Как всегда, сначала казалась огромная сумма, но потом, понимая, что будет каждое утро в кране вода, это оказалось нам не такой уж большой проблемой. Поэтому мы вроде с радостью собрали деньги. И вот теперь мы с водой. Для замены пришлось отдавать по 10 тысяч на центральные трубы и еще столько же для подведения к дому. Но все было не напрасно, говорит хозяйка. Удобства стоили того. Вода есть на кухне и ванной. Работает стиральная машина-автомат. Староста деревни Равилья Милов рассказывает, что старые трубы были 70-х годов. Долго бы они не выдержали. Трубы 70-го года сильно устарели. Постоянно были порывы. Зимой и летом часто приходилось налаживать водоснабжение. Трубы заменили очень своевременно. Кто бы это сделал, если не мы сами? В деревне 78 домов. Вместе собрали 780 тысяч. Тогда большую ответственность на себя взяла глава сельского поселения Нория Шарипова. Работа предстояла большая. Но другого выхода просто не было, признается она. Нужно было решать проблему кардинально. И сейчас она благодарит жителей, что поверили и за поддержку. В 2016 году мы занимались проблему. Конкретно уже трубы были очень старые. Они были как автоматом простреленные. Когда вскрываешь, где порыв, гнилая труба. Меняли, меняли, латали. И потом давно делали. Высота 3 метра глубиной. Копать еще проблем было. В общем, проблем было полно. Население понимали уже, что год-два деревня может остаться без воды. Мы пробовали всякие пути. Хотели в эти программы «Чистая вода России», но не получается. Потому что проект очень дорогой. Без проекта туда не войти. Но решили вот своим силами. Убеждать никого не пришлось. Наоборот, они старались меня убедить. А дать возьмемся. Я боялась. Я очень боялась. Потому что ответственность. Люди же свои деньги отдают. Пенсионер, который получает 7 тысяч, им было, наверное, очень трудно собрать эти деньги. Теперь в деревне есть и свет, и газ, и дороги хорошие, говорят немансаровцы. Работает фельдшерско-акушерский пункт, магазин и сельский клуб. Причем на момент приезда съемочной группы велась репетиция спектакля. Так что жители села Имансарова вместе всем селом решают проблемы и умеют хорошо отдыхать. В деревне жить можно, говорят они. Теперь мы живем в тепле, светло, вода есть, все есть. Слава Богу. Работы еще много делятся планами глава сельского поселения Нориа Шарипова. К примеру, в этом году собираются облагораживать территорию кладбища. Для этого подали заявку для участия в программе ППМИ и благодаря инициативности граждан выиграли в конкурсе. Сейчас снова собирают средства с населения. Таковы условия программы. Но никто не сомневается, что все получится. Дружно решают вопросы и в селе Бахмут. Буквально в прошлом году здесь отремонтировали сельский клуб. Теперь это многофункциональный семейный центр, где есть и комнаты для репетиций, тренажерный зал, бильярдные, игровые зоны. Созданным условием может позавидовать любой городской дом культуры. Когда я учился, смотрел на этот клуб, очень было жалко, очень большой, уютный, но старый, без ремонта. Когда пришел сюда работать, было огромное желание сделать здесь ремонт. Но первые 2-3 года было тяжело, привыкали и притирались, так сказать, работа ко мне, я к работе. После этого глава района, глава нашей местной администрации, Шарипа Нуряна Римановна, совместными усилиями. Крую потом практически добились мы этого ремонта. Сделали. Теперь вот живем, работаем, радуемся. Площадь зданий более 2000 квадратных метров. Капитальный ремонт стал возможным благодаря активному участию в программах. «Реальные дела», «Культура малой родины» в конкурсе по обеспечению развития и укреплению материально-технической базы в сельских домах культуры. Выделены средства из районного бюджета. Оказано софинансирование со стороны жителей села. Так что это была большая совместная работа. А это гордость деревни, знаменитый в районе детский ансамбль «Лошкарей». Коллективом многие годы руководят Владимир Назаров и Николай Шашкин. По профессии один электрик и механизатор, другой водитель. С выходом на заслуженный отдых они занялись развитием фольклора. Учат детей петь, танцевать и играть на ложках. Причем инструменты изготавливают сами же. Ну скажу сразу, что с обновлением клуба у нас не то, что поднялось. Даже нет слов. Посмотрите, как делали нам ремонт. Ну вообще красиво все. И для рептишек вот есть там комната. Это прекрасно. Мы довольны. И они тоже довольны. В прошлом году ансамбль подтвердил звание образцового. Лошкари – активные участники многих конкурсов. Мы уже образцовых получили, а образцовые, сами знаете, зачеты не дают. Ну и стараемся из всех сил, вот вы о чем говорили, конечно, в этом здании заниматься охотой. И ребятишкам. Это уже седьмое поколение лошкарей деревни. Без них не обходится ни один сельский и районный концерт. Ну я просто хотела заниматься, чтобы как бы быть уверенной, не бояться на сцене. И тем более охота была играть. Я хожу на Лошкаре уже четыре года. Ну может даже с половиной. И мы ездили на Казачий Спас, там в Кумертау и в Ермолаевку. Ну еще там и Марапталово, и Малаканово мы ездили. Преобразилась территория школы. Здесь находится мемориальный комплекс, посвященный участникам Великой Отечественной войны. Содержанию памятников всегда уделяется пристальное внимание. Высаживаются цветы, деревья. Но сейчас здесь стало еще краше. Дорожки на площадке выложены плиткой. По большому счету, вот, плитку это все положила Нурина Лиманова. Вот даже вот, при том, что наше согласие, наше участие, но все положила она. Главное, что мы добиваемся цели. Главное, что у нее еще огромные планы есть. А если планы есть, значит, человек живет, дышит этой деревней, этим сельсоветом. А значит, у него, ну, все хорошо в душе. Я думаю, что все хорошо будет у жителей села Бахмут. Вот так и сама в работе, и другим покоя не дает, шутит про главу сельского поселения, жители Бахмута. Нурия Шарипова благодарит односельчан за понимание и совместную работу. Все стало возможным только благодаря поддержке со стороны населения, говорит она. Но и на ближайшее время есть еще много идей у Нурии Нуримановны. Нужно дорогу ремонтировать, мобильную связь установить, в мечтах приобрести новую пожарную машину и еще много других задумок. Люди разные. Есть инициативные, есть неинициативные, есть и пессимисты абсолютно. Люди разные. Но нужен костяк, как всегда. Нужна команда. Вот во всех этих проектах основное – это население. Те, которые участвуют, те, которые вкладывают свои деньги и те, которые верят в этот проект. Это самое главное – население. Когда население вот так объединяется, проекты идут, они работают. Можно еще и дальше работать. Такая активная деятельность не осталась без внимания руководства региона. 17 мая в Уфе определили лучшее муниципальное образование республики Башкортостан. Из рук временно исполняющего обязанности главы республики Радия Хабирова диплом получила и глава бахмутского сельского поселения Нурья Шарипова. Муниципальное образование завоевало второе место. Потому что ответственность, которая накладывается при вручении награды, потом доверие населения, это же надо оправдать. Айгуль Мухаммедшина, Владимир Кузьмин, телекомпания «Арис».